Беседа 63. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб, плакать там. Иоанн 11.30.31. Великое благо любомудрие, разумеет то любомудрие, которое у нас. У язычников все только слова и басни. А самые эти басни не заключают в себе никакого любомудрия, потому что у них все делается ради славы. Итак, великое благо любомудрие, оно и здесь уже вознаграждает нас. Так, кто презирает богатство, тот уже здесь получает пользу, потому что избавляется от излишних и бесполезных забот. Кто попирает славу, уже здесь получает награду, потому что не служит никому рабом, но бывает свободен истинною свободою. Кто желает небесных благ, уже здесь получает воздаяние, потому что, вменяя в ничто все настоящее, легко побеждает всякую печаль. Так вот, эта женщина за свое любомудрие получила здесь награду. В то время, как все сидели при ней, скорбевшей и плакавшей, она не ожидала, чтобы к ней пришел учитель, не обращала внимания на свое достоинство и не была удержана скорбью. Скорбящая вместе с другими недугами, имеет еще и ту болезнь, что желает быть в почете у присутствующих. Но в ней не было ничего этого, и как только услышала она, что Господь пришел, тотчас идет к нему. Иисус еще не вошел в селение. Он шел не скоро, чтобы видно было, что он не сам стремится к чуду, но идет по их просьбе. Или это именно хочет выразить Евангелист словами «Восстала поспешно». Или он этим показывает, что Мария побежала, так для того, чтобы предупредить его пришествие. Между тем она идет не одна, но влечет за собой и бывших в доме иудеев. Весьма благоразумно, поэтому сестра и позвала ее тайно, чтобы не смутить собравшихся, и не сказала, зачем. Иначе многие и удалились бы, а теперь все пошли за ней, полагая, что она идет плакать. Может быть, так же и через это Евангелист снова уверяет в том, что Лазарь действительно умер. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, увидевший его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Она была пламенной своей сестры. Она не устыдилась ни народа, ни худого мнения, какое имели о Христе. Были многие из врагов его, которые и говорили. Не мог ли сей, отвергший отче слепому, сделать, чтобы и тот не умер? В присутствии Учителя она отбросила все человеческое и заботилась только о том, чтобы почтить Учителя. И что же она говорит? «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Стих 32. Что же Христос? Теперь пока ничего не говорит ей, не говорит даже того, что сказал ее сестре. Тут присутствовало много народа, и не время было для таких речей. Он только смиряется и с них сходит, и чтобы уверить в своей человеческой природе, тихо плачет и отлагает до времени чудо. В самом деле, чудо это было великое, такое, каких он совершил немного, и через него многие должны были уверовать. Поэтому, чтобы оно не показалось народу невероятным, если бы совершено было без него, и чтобы при всем величии не осталось без пользы, Христос привлекает своим снисхождением многих свидетелей, чтобы не погубить добычи, и выказывает в себе то, что было свойственно его человеческой природе, то есть плачет и смущается, так как скорбь обыкновенно производит плач. Потом он обузывает свою скорбь, это именно и означает выражение. «Воскорбел духом и возмутился» – стих 33. И тогда спрашивает, где положили его, чтобы вопрос не был соединен с рыданием. Но зачем же он спрашивает? За тем, что не хочет сам по себе приступить к совершению чуда, но хочет все узнать от других и сделать по их просьбе, чтобы освободить чудо от всякого подозрения. И сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. И Иисус прослезился. Видишь ли, что еще до сих пор он ничем не указал на воскресение, и что он идет как будто не для того, чтобы воскресить, но чтобы плакать. А что действительно оказалось, что он пошел с этим намерением, то есть с тем, чтобы плакать, а не воскресить, это показывает иудеи, которые потому и говорили между собой, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвергший отче слепому, сделать, чтобы и тот не умер? Даже и в несчастье они не оставили своей злобы. Но Христос намерен совершить дело еще более удивительное. Отогнать смерть, уже наставшую и овладевшую человеком, гораздо важнее, нежели остановить смерть наступающую. Таким образом, они порицают его, тем самым из-за чего следовало бы дивиться его могуществу, допуская до времени, что он отверг отче слепому. Но вместо того, чтобы за это дивиться ему, они из-за смерти Лазаря клевещут и на то чудо, как будто его не было. Впрочем, не отсюда только видно, что они все были развращены, но также из того, что еще прежде, нежели он пришел и явил свою силу, они уже предваряют его обвинениями, не дожидаясь конца дела. Видишь, как превратно было их суждение. 423. Итак, он приходит ко гробу и опять удерживает скорбь. Но для чего евангелист тщательно и не раз замечает, что он плакал и что он удерживал скорбь? Для того, чтобы ты знал, что он истинно облечен был нашим естеством. Так как этот евангелист, очевидно, более других говорит о нем великого, то и о человеческих его делах повествует здесь гораздо уничиженнее. О смерти его он не сказал ничего такого, что другие именно, что он был прискорбен, что он был в подвиге, но совсем противное, что он и ниц поверг воинов. Итак, что было опущено там, то он восполнил здесь, сказав о плаче. И сам Христос, беседая о смерти, говорит, «Имею власть положить жизнь мою» Иоанн 10.18. И не произносит ничего уничиженного. Поэтому-то, повествуя о страданиях, евангелисты и приписывают ему много человеческого, показывая тем, что его воплощение истинно. Так Матфея удостоверяет в этом, говоря о его предсмертных муках, смущении и поте, а этот, повествуя о плаче. В самом деле, если бы он не был нашего естества, то не был бы одержим скорбью, и при том не однажды, а дважды. Что же Иисус? Он нисколько не защищает себя перед иудеями от их обвинений. Да и для чего было словами опровергать тех, которые тотчас же имели быть опровергнуты самым делом. А между тем, это опровержение было не так тягостно, и более могло пристыдить их. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Почему же он не возвал и не воскресил его, не будучи еще на месте? А особенно, почему он не воскресил его, когда камень еще был навален? Кто мог голосом подвигнуть мертвое тело и опять одушевить его, тот, конечно, гораздо более мог тем же голосом подвигнуть камень. Кто своим голосом дал возможность ходить обвязанному полотном и связанному по ногам, тот гораздо более мог подвигнуть камень. И что я говорю? Он мог бы сделать это и не находясь на месте. Для чего же не сделал? Для того, чтобы их самих поставить свидетелями чуда. Чтобы они не говорили того же, что говорили о слепом. Это он. Это не он. Самые руки их и самые пришествия их ко гробу свидетельствовали, что это он. Если бы они не пришли, то, пожалуй, подумали бы, что видят призрак. Или одного вместо другого. А теперь, когда пришли к месту и отняли камень, когда получили повеление разрешить от уз обвязанного пеленами мертвеца, когда друзья, вынесшие его из гроба, узнали по самым пеленам, что это он, когда при этом находились самые сестры, и одна из них сказала, что уже смердит, потому что прошло четыре дня. Теперь все это уже достаточно могло заградить неблагонамеренным свидетелям уста. Для того он повелевает им отнять камень от гроба, чтобы показать, что он воскрешает именно Лазаря. Для того и спрашивают, где положили его. Чтобы те, которые сказали, приди и посмотри. И которые привели его, не могли и сказать, что он воскресил другого. Чтобы и голос, и руки свидетельствовали. Голос, говоривший, приди и смотри. Руки, отвалившие камень и разрешившие повязки. Та же зрение и слух. Слух, так как слышал голос. Зрение, так как видело исшедшего из гроба. Равно и обоняние, так как оно чувствовало смрад. Уже смердит. Прошло четыре дня. Итак, справедливо я сказал, что эта женщина ничего не поняла в словах Христовых, если и умрет, а живет. Стих 25. Смотри, что она здесь говорит. Она считает это дело уже невозможным по продолжительности времени. И подлинно дело было необычайное. Восключит четверодневного и предавшегося тлению мертвеца. Ученикам Христос сказал, да прославится Сын Божий. Увидишь славу Божию. Указывая на себя самого. А жене это и говорит, увидишь славу Божию. Разумея отца, видишь ли, как немость слушателей служит причиной разности и извлечений. Он напоминает о своей беседе с нею, как бы укоряя ее за то, что она не помнит его слов. Или же он теперь не хотел приводить в смущение присутствующих, и потому кротко говорит. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Стих 40. 424. Итак, великое благо вера, великое благо и виновница многих благ, так что люди во имя Божие могут совершать дела Божие. Если имеете веру, говорит Христос, то скажете Горесия, перейди отсюда туда, и перейдет. Матфея 17.20. И опять, верующие в меня, дела, которые я творю, и больше сих сотворит. Иоанн 14.12. Какие же, скажешь, дела большие? Дела, совершенные учениками впоследствии, когда день, даже тень Петра воскресила мертвого. Через это еще более проповедовалась и сила Христова. В самом деле, не столько удивительно то, что он при жизни своей чудодействовал, сколько то, что по смерти его другие могли его именем совершать большие чудеса. Это служило несомненным доказательством его воскресения. Если бы даже он всем явился, и это не возбудило бы такой веры, потому что видевшие могли бы еще сказать, что это был призрак. Но кто видит, что одним именем его совершаются знамения, гораздо больше, нежели какие он сам творил, обращаясь к людьми, тот не может не уверовать, если только он не крайне бесчувственен. Итак, великая благо вера, когда она бывает от горячего сердца, от многой любви и пламенной души. Она делает нас мудрецами, она прикрывает ничтожество человеческое и оставляя умствования земные, любомудрству это вещах небесных, даже более. Чего мудрость человеческой обрести не может, то она с избытком постигает и совершает. Будем же держаться веры и не станем вверять наших дел умствованием. А чего в самом деле, скажи мне, язычники не могли ничего обрести? Не знали ли они всей внешней мудрости? Почему же они не могли превзойти рыбарей, кинотворцев и неученых? Не потому ли, что они все предоставляли своим умствованием, а эти последние вере? Так по этой причине последние превзошли Платона, Пифагора и всех вообще людей заблуждающихся. Победили сведущих в астрологии, математике, геометрии и арифметике, изучивших всякую науку и сделались настолько лучше их, насколько истинные и действительные мудрецы лучше людей от природы глупых и безумных. В самом деле, смотри, эти сказали, что душа бессмертна, или лучше не только сказали, но и убедили в этом, а те первоначально даже не знали, что такое душа. И когда узнали и отличили ее от тела, опять стали страдать тем же незнанием. Так одни говорили, что она бестелесна, другие, что она есть тело и вместе с телом разрушается. Равным образом о небе. Те говорили, что оно одушевлено и есть Бог. А рыбари и научили, и убедили, что оно есть творение и произведение Божие. Впрочем, в том нет ничего удивительного, что язычники руководились умствованиями. Но вот что достойно слез, что люди, представляющие себя верующими, и они оказываются душевными. Оттого-то и они впали в заблуждение. Так одни из них говорили, что знают Бога так, как Он знает сам себя, чего не смел сказать даже никто из язычников. Другие говорили, что Бог не может рождать бесстрастно и не предоставляли Ему никакого преимущества перед людьми. Иные же утверждают, что нехорошая жизнь, недоброе поведение не приносит никакой пользы. Но теперь не время опровергать это. 426. А что правая вера при порочной жизни не приносит никакой пользы, это показывает и Христос, и Павел, которые преимущественно заботились о доброй жизни. Так Христос учит. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное» Матфея 7, 21. И далее. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоим ли именем пророчествовали?» И тогда скажу им. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делатели беззакония». Матфея 7, 22-23. В самом деле, люди невнимательные к себе самим, легко впадают в пороки, хотя имеют правую веру. А Павел в своем послании к евреям так говорит и убеждает, «Мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит лица Божия». Ивреям 12, 14. Святынию он называет целомудрие, по которому каждый должен довольствоваться своей женою и не падать с другою. А кто не довольствуется, тот не может спастись, но неизбежно погибнет, хотя бы имел тысячи добродетелей. В самом деле, блуднику невозможно войти в Царство Небесное, а тут уже не блуд, но гораздо более, прелюбодеяние. Как жена, которая связана с мужем, если будет еще в связи с другим, уже прелюбодействует. Так точно и муж, связанный с женою, если будет иметь еще другую, прелюбодействует. А такой не наследует Царство, но будет ввержен в Гиенну. Послушай, что о таких людях говорит Христос. «Чель их не умирает, и огонь не угасает» Марка 9, 44. Подлинно. Для того нет никакого извинения, кто при своей жене бесчинствует с другую, потому что это уже не воздержность. Если многие от своей жены воздерживаются, когда наступает время поста или время молитвы, то какой огонь собирает себе тот, кто недовольствуется даже с своей женой, но имеет еще связь и с другой? Если отпустившему и отвергшему от себя свою жену не позволяется сопрягаться с другой, потому что это прелюбодеяние, то какой грех делает тот, кто, имея в своем доме жену, приводит еще другую? Пусть же никто не позволяет оставаться такому недугу в своей душе, но пусть всякий с корнем исторгнет его. Прелюбодей не столько вредит жене, сколько самому себе. Этот грех столько тяжек, и непростителен, что если жена оставит мужа даже идола поклонника против его воли, то Бог ее наказывает, а когда она оставит прелюбодея, не наказывает. Видишь ли, какое это зло, если какая-нибудь верная жена, говорится, имеет мужа неверующего, и тот согласен жить с нею, да не оставляет его. 1 Коринфянам 7.13 Но о блуднице не так сказано, а что? Всякий, отпускающий жену свою, кроме вины и прелюбодеяния, позволяет ей прелюбодействовать. Матфея 5.32 Если через сожитие муж и жена составляют одно тело, то и живущей с блудницей необходимо становиться одним с нею телом. Как же после этого честная жена, будучи членом Христовым, примет такого мужа? Или каким образом она соединит с собой член блудницы? И смотри, какая особенность. Сожительствующая неверному не становится от того нечистую. Освящается, сказано, муж неверующий, а жены верующей. 1 Коринфянам 7.14 На блуднице не то сказано, но что? Возьму ли члены Христовы и придам ли члены блудницы? 1 Коринфянам 6.15 Там освящение прибывает и не отнимается, несмотря на сожительство с неверным. А здесь оно удаляется. Подлинно. Тяжкий грех прелюбодеяния и тяжкий, и готовящий нескончаемое наказание. Да и здесь оно навлекает бесчисленные бедствия. В самом деле, такой человек принужден бывает вести жизнь тяжкую и горестную. И его состояние ничем не лучше состояния осужденных на казнь, когда он тайком входит в чужой дом со страхом, великим трепетом и всех равно опасается и рабов, и свободных. Поэтому умоляю вас, почтитесь освободиться от этой болезни. Если не послушаетесь, то не входите в эти священные преддверия. Овцам, покрытым язвами и зараженным болезнью, не следует пастись вместе с овцами здоровыми. Их должно отгонять от стада, пока не освободятся от своей болезни. Мы сделали с членами христовыми, не будем жить членами блудницы. Здесь не распутный дом, но церковь. Если у тебя члены блудодейцы, то не в той церкви, чтобы не бесчестить этого места. Если бы даже не было гиенны, если бы даже не было наказания, и в этом случае как ты после тех договоров и брачных светильников, после того законного ложа, после чадородия, после такого общения, как ты можешь дозволить себе прилипать себя к другой? Как не стыдишься и не краснеешь? Разве не знаешь, что многие осуждают даже и тех, которые вводят к себе другую жену после смерти своей первой жены, хотя это дело и не заслуживает наказания? А ты еще при жизни своей жены берешь себе другую. Какова распущенность? Узнай, что сказано о таких людях. Червис, говорит, не умирает и огонь не угасает. Марка 9, 44. Устрашись этой угрозы, убойся такого наказания. Не так велико здесь удовольствие, как велико там наказание. Но дай Бог, чтобы никто не подвергся тому наказанию. Дай Бог, чтобы мы, подвязаясь к святости, узрели Христа и достигли обетованных благ, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веко. Аминь. Аминь. Субтитры